А теперь обо всем по порядку. Почему содержание образования требует обновления? Сегодня североказахстанскими педагогами об этом говорила председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ Куляш Шамшеддинова. Встреча проходила в областном Акимате. В завершение глава региона Кумар Аксакалов и гости из столицы подписали меморандум о сотрудничестве. Александра Салмина с подробностями. В зале собрались педагоги. Сегодня в областном Акимате они встречают столичных гостей. С рабочим визитом в Северный Казахстан прибыла председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ Куляш Шамшеддинова. Ее приветствует и глава региона. Первому в Казахстане такому учебному заведению уже 10 лет. Открытие в регионах ниш позволило тысячам ребят получить качественное образование, отмечает Кумар Аксакалов. Очень отрадно то, что с каждым годом детей, которые хотят учиться в стенах Назарбаев интеллектуальных школах, конечно же, с каждым годом все больше и больше. Это самое главное, что система работает. У нас 597 детей, из них 35% это дети сельской местности. И мы знаем, насколько сегодня огромное желание. Мы видим, что ответственность, которая возлагается в целом на Назарбаев интеллектуальные школы, она очень высока. Спасибо за хорошую оценку деятельности Назарбаев интеллектуальных школ в Петропавловске. Я думаю, что задача сегодня поднять уровень наших общеобразовательных школ именно в подаче качественного образования, потому что достояние страны, богатство страны – это человеческий капитал. Мир меняется, совершенствуются технологии, появляется новая информация. Это требует и другого содержания образования. Систему обучения необходимо обновить, отмечает Куляш Шамшидинова. Привычное устарело. Теперь мало просто давать базовые знания. Первая задача – это постоянное совершенствование трех вещей, которые важны в школе. Это содержание образования, которая должна быть направлена на стем-образование, на интегрирование содержания предметов, на практико-ориентированное образование. Второе – это система оценивания. Мы должны понимать, что оценка – это не самоцель, оценка – не ценность, ценность – обучение. Упор на IT-технологии изучения языков. К слову, в ниш задумываются о введении уже двух иностранных. Но нельзя забывать и о культурном воспитании молодежи, отмечает Куляш Шамшидинова. Здесь важно подготовить квалифицированных специалистов. С переходом на обновленку тысячи педагогов прошли курсы. Для каждой школы подготовили компетентных тренеров. Готовы помогать и Назарбаев интеллектуальные. Североказахстанские учителя с коллегами из НИШ работают давно. Они проводят и семинары для педагогов, и показывают открытые уроки. Сегодня еще есть некоторое недопонимание у родителей по переходу на обновленку. Мы над этим работаем. Есть проблемы, допустим, в переподготовке педагогов, потому что коллективы в основном возрастные. У нас три тренерских группы работают по повышению квалификации учителей. Это дает определенные результаты. И первые и вторые классы у нас идут уже в привычном ритме, по обновленке. И особых проблем в той же безоценочной системе, которая вызывала много нареканий, не вызывает. Сложнее с пятыми и седьмыми классами, говорит директор школы. Но надеется, и здесь педагоги справятся, ведь у них есть такой пример. За 10 лет Назарбаев интеллектуальной школе они стали лидерами и примерами для образца в целом. Ну и, наверное, сегодня уже можно попытаться, чтобы дети других стран приезжали и обучали в стенах Назарбаев интеллектуальных школ. Такой практики у нас вообще-то не было. Наверное, мы будем думать и приглашать их, чтобы они могли учиться за свои деньги, а граждане Казахстана за государственные средства. Петропавловская Назарбаев интеллектуальная школа тоже может принимать учеников из-за рубежа, говорит глава региона. Совместных планов немало. Стороны подписывают меморандум о сотрудничестве. Александра Солмина, Михаил Казначеев. Новости МТРК.